Доброе утро! Доброе утро! Ты уже мультики смотришь? Да! Интересные мультики? Угу! А ты маму любишь? Да! А будешь маму целовать? Да! Да! Ты хороший мама-мальчик? Да! Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я снимаю новый влог. И начать я его хочу с косметики. То есть, у меня часто спрашивают, что я наношу, то есть, какая у меня тональная основа на лице и какая у меня помада. Летом сейчас я не использую никакую тональную основу. Вообще никакую. Единственное, что иногда, когда я не выспалась, я наношу вот такой у меня консилер от марки Colorance в 0,2 оттенке. Такая, ну, просто наношу под глазки. Вот сейчас у меня свет падает сверху. Видно, у меня есть мешков, у меня нету, но есть такие синячки немножко синего. Вот здесь вот я убираю вот этим консилером. И наношу румяный. Я их тоже уже как-то показывала. У меня они от Chanel. Вот такие. Это была какая-то лимитка. 250. Ализан. Наверное, так правильно. Это была какая-то лимитка какой-то зимы. Они мне очень нравятся. Это запеченные румяна, которые, мне кажется, их хватит на всю жизнь. Вот я наношу их чуть-чуть на щечки. Но на камере это не очень сильно видно, на самом деле. А вот в жизни видно. И наношу вот такой кистью. Просто сейчас привела себя в порядок с утра от марки Sigma. У меня вот такая. Кабуки F84. И сейчас хочу показать, как я крашу свои губы. Нет, тоже об этом часто спрашивали. Когда вы спрашиваете, какая она мне помада, это у меня сочетание двух помад. Вот такой от Maybelline. GG09. И вот такая от марки Clinique. Это у меня Sweet Pop. В оттенке тоже 09. Я сейчас покажу, как я это делаю. Я вначале беру вот эту бежевую и наношу полностью на все губы. Она, кстати, матовая, вот эта бежевая. И она, видите, так немножко выбеливает. Ну, мне сейчас не очень нравится, так как кожа загорелая. И сверху теперь наношу вот эту. Я, кстати, очень часто перемешиваю помаду, потому что по оттенку я никак не могу найти идеальную помаду. Вот. И сверху наношу. Но буквально чуть-чуть. Почему я так делаю? Потому что вот эта слишком бледная, вот эта слишком яркая. И вместе они мне очень нравятся, как они выглядят и достаточно стойкие получаются. То есть, видите, такой... Ну, как бы розовый нюд, я бы назвала это. Сочетание этих двух помад. Мне очень так нравится. Иногда сверху просто наношу еще блеск. Да, и брови я обычно укладываю. Вот у меня остался... Добиваю фикс кауэр от Реалуи. Не очень он мне нравится. И я им просто фиксирую. То есть, не прокрашиваю кожу. А просто вот слегка. Потому что волоски моих бровей, они длинные, длинные. И когда... Ну, то есть, в течение дня они, бывает, забиваются. Там как-то непонятно куда. А так неплохо фиксируют. Вот так вот. Вот и все. Вот такой вот у меня макияж. Ничего сложного. Ничего супер-пупер я не делаю. Вот так вот у меня получается. Ладошь. Это ты у меня так порядок навел? Нет. А порядок будешь наводить? Ты тоже. Я? А я бардак сделала? Ты тоже будешь. Кто будет кровать застилать? Давай убирай. Ты тоже. Ну, не я же бардак навела. Ты тоже. Ну, хорошо. Я тебе помогу. Да. Давай убираем все. Давай убираем. Молодец. Какой у меня мальчик. Умница. Да? Давай убираться. Давай убираться. Мама, я за ней. Ку-ку. 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 Кто тут хулиганчик вместо того, чтобы убираться? Лёва. Лёва? Да. А тебя как зовут? Владик. Владик. Ты, наверное, Владик тут хулиганчик? Да. Ты тоже будешь убирать подружки. Ужасно. Затвела у меня одна розочка. Одна красавица. Мама, какая. Еще будут бутончики. Правда, в этом году очень много мученистой росы. Я уже несколько раз опрыскивала. И тли очень много. Вот такая красивая. А еще вот рядышком малышка скоро зацветет. И около беседочки я купила теперь две вазочки в обе с цветочками. Такая вот красота у нас. Сегодня, кстати, моё питание было совершенно не для худеющих. Совершенно неправильное. Завтрак – это бутерброд. И потом моя мама маринует всегда селедку в горчичном соусе. И это был мой обед. Еще я съела, ну, где-то, наверное, горсти две черешни и яблоко за сегодняшний день. И сейчас вам покажу, как моя мама маринует селедку. Я, конечно, любитель рыбы, но селедку я не очень сильно люблю. Ем ее не очень много. В основном у меня ест ее мама, муж. Вот. Но покажу вам сейчас рецепт, как готовит моя мама. Значит так, селедка, лук, сахарный песок, горчица, масло, вода. Начинаем чистить селедку. Чистим ее. Чистая филе. Чистим, делаем селедку. Называется чистая филе. Это отделяем от костей и от кожи, чтобы удобно было кушать. Теперь будем нарезать селедку. Вот так вот. Ну, любые можно кусочки. Да, абсолютно. Кто как любит. Теперь нарезаем лук. Лук нарезаем полукольцами. Можно потолще. Кто как любит. Кто как любит. Лук тоже берется на любителя. Теперь делаем соус. Заливка. Берем воду. Поскольку у нас большая банка. Берем вот так вот воды. 200 грамм где-то, да? Ну да, может по 150. Там зависим от того, какая банка. Наливаем масло. А сколько масла? Ну, сейчас я покажу сколько. Ну, там 50, так. Вот так. Угу. И кладем горчицу. Горчица тоже любая. Главное безернышко. Да, русская. Сколько ложек горчицы? Ну, зависит какая горчица. Ну, бывает чайная ложка. Чуть побольше. У нас тут остатки, поэтому... И все. Да. Вот. И теперь все перемешиваем. И теперь все помешаем. Мастер, растворилась горчица. Угу. Вот, поэтому помешаем. Вот. Перемешали. Теперь добавляем сахар немножко. Здесь пол чайной ложечки. Размешаем, попробуем. Оно должно быть чуть-чуть сладенькое. Лустр сладкое такое вот. Теперь все укладываем в банки. Вначале кладем лук. Все кладем слоями. И селедку. И сверху мучаем. Теперь еще раз перемешаем. Посадок остался. И заливаем. И теперь что? Холодильник. На сколько? Завтра можно с бодербродами. На завтрак. Очень хорошо. Ну, то есть на ночь. Да. Да. На сегодня я буду заканчивать свой небольшой влог. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую. И до новых встреч. До новых встреч.